Так, ну что ж, сегодня мы продолжаем чтение книги Исаии. Это сороковая, сороковая глава. Мы уже говорили о том, что с сороковой главы продолжает книгу ученик пророка Исаии. Итак, три человека писали книгу пророка Исаии, возможно, даже больше. Первую книгу, как я уже говорил, она с первой по тридцать девятую главу написал Иерусалимский Исаии, так называемый прото-Исаии, так его называют в еврейской науке. С тридцать девятой, простите, с сороковой главы по пятьдесят пятую, включительно, написал Девтеро Исаии, то есть второй Исаии. И с пятьдесят шестой главы по шестьдесят шестую главу Трито Исаии, то есть третья Исаия, на греческом языке Трито Девтеро. Они жили в разное время, и, соответственно, задачи, которые они ставили перед собой, были тоже разные. Если Иерусалимский Исаия, он своими пророческими речами призывал к покаянию иудейский народ, который погрязал в нечестие языческом, помните, он даже по наитию Святого Духа обнажал себя, помните, и три года он в таком обнаженном виде проповедовал Откровение Господне, «Дабы указать евреям о том, что если они не раскаются, то будут уведены в плен в наготе и нищете». Какая-то незначительная часть принимала слова его пророчеств, но значительная часть все-таки оставалась при своих убеждениях нечестие. И вот второй Исаия, он проповедует евреям в плену, в Вавилонском плену, о котором пророчествовал пророк, первый пророк Исаия. И начинает он свою проповедь из таких слов, сороковая глава, «Утешайте, утешайте народ мой», — говорит Бог ваш. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Эти слова прежде всего являются утешением для страждущего иудейского народа. «Потому что сполна в Вавилонском плену иудеи испили горькую чашу страдания и наказания за тот грех, в котором они не раскаивались?» Я говорил уже о том, что пророческие речи — это речи, которые очень и очень сложно понять, понять буквально, выяснить какой-то буквальный смысл. Почему? Когда мы говорим и не только рационально рассуждаем о чем-то, но бывает, что мы интуитивно можем говорить о чем-то, то есть догадываться о каких-то вещах, прогнозируя жизни, то мы все же остаемся в рамках своего личного опыта. мы все равно как бы не выходим за рамки своей очевидности человеческой. Мы как бы рассуждаем внутри себя, внутри своих личных познаний, личного опыта. Пророк — это совершенно человек другого плана. Я бы даже сказал, другого измерения. Потому что когда пророк говорит о сегодняшних вещах, то он видит сегодняшние события как бы в трехмерном, я бы сказал, пространстве. Он видит мотивацию сегодняшнего поступка или какого-то факта сегодняшнего. Он даже прозревает следствия сегодняшнего события. И когда он передает человеческими словами факт, который очевиден для всех, то этот факт приобретает какие-то другие оттенки, другие окраски. Человек даже поначалу не узнает этот факт. Настолько он представлен с другой, можно сказать, атмосферой. Он, то есть пророк, в каком-то смысле видит события, как видит его Бог. Господь говорит, мои мысли — это не ваши мысли. И когда мы читаем пророческие прозрения, то, вот в частности, третий стих сороковой главы, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. А вот давайте мы откроем Матфея. Матфея 3 главу, третий стих. Эта глава указана как параллельное место, да? Обратили внимание? Там еще есть от Марка. Господи, сейчас, сейчас секундочку. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. Прямыми сделайте стезиму. Поддержите это место. И сейчас мы посмотрим в текст Исаии. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. То же самое, да? Да. Один к одному. Если вы откроете Евангелие от Марка, вы то же самое обнаружите, что написано в тексте от Матфея. То же самое. Но почему я говорю то же самое, что в тексте в Евангелии от Матфея, а не у пророка Исаии? Давайте, если мы посмотрим филологически на этот текст, то мы увидим разницу. Глаз вопиющего. И что мы видим? Двоеточие. Видите? У пророка Исаии. А если мы откроем Евангелие от Матфея? Глаз вопиющего в пустыне. После пустыни. Двоеточие. А здесь после вопиющего. И в Евангелии от Марка то же самое будет. То есть, у пророка Исаии глаз вопиющего. Далее. В пустыне приготовьте путь Господу. Не глаз вопиющего в пустыне. А глаз вопиющего в пустыне вы сделаете. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг дал наполнится, и всякая гора, и холм да понизится. Понимаете? Пророческие слова, которые высказываются в определенное время, и именно в то определенное время, когда они высказываются, они понимаются, эти слова, только отчасти. То есть, невозможно постигнуть смысл пророческих слов именно тогда, когда они высказаны. Имейте в виду полностью понять. Полностью. Проходит время, и начинает приближаться будущее, и будущее становится в какой-то момент настоящее. Я занят. Перезвоните через два часа, пожалуйста, на лекции. Простите. И будущее становится настоящее. И вот это будущее, которое станет настоящее, приходит спустя столетия. И вы знаете, вот все вот эти тонкости, которые вот здесь, шла речь только о гласевопиющего, двоеточие, в пустыне приготовьте путь Господу. то есть, был узнан, осмыслен, может быть, или открылся смысл этого текста только именно то, что нам фиксирует текст пророка Исаии. Но проходит время, и открываются другие смыслы, которые были заложены именно в тот текст, который в свое время произнес пророк Исаия. Еще обратите внимание, что не все пророческие слова, они цитируются полностью. Нужно заметить, что пророк Исаия, вернее сказать, пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом. Причем и первого пророка Исаию, и второго, который мы сейчас проходим, и третьего, все три части единой книги пророка Исаии, они являются ветхозаветным евангелем. здесь изложено пророчество о евангельских событиях в самом полном объеме для ветхозавета. так вот, я начал говорить о том, что какая-то часть уже цитируется в Новом Завете ветхозаветных текстов пророческих. Почему? Вы на это обратили внимание, если вы искали параллельные места в Новом Завете. По той причине, что когда пророк произносил свое пророчество, то это пророчество имело вот как многослойный пирог несколько планов бытия. но со временем по мере приближения к Новому Завету какие-то тексты, вернее, части текста теряли свою пророческую актуальность. То есть что-то сбывалось, то, что имело отношение к историческому прошлому, а что-то сбывалось только спустя, и поэтому произносилась только та часть пророчества, которая имела отношение к тому времени. Это тоже очень важный момент, потому что есть достаточно сложный текст, это уже у третьего Исаии. «Кто это идет от Идома в червленных ризах от вассора?» Это 63-я глава пророка Исаии. «В червленных ризах от вассора столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле, я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, и бодень мщения в сердце моем, и год моих я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающее, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их ярости моей, и вылил на землю кровь их. О ком здесь идет речь? Наверное, без религия. Во-первых, здесь идет речь о кресте. Обратите внимание, что заглавные буквы обращение пророка к тому, кто таинственному этому человеку, который топтал в Тачиле виноград. обратили внимание, да, с большой буквы написано. Так вот, в данном случае идет речь о Христе. христе, но нас начинает смущать такой текст. Я топтал во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы моей, и я запятнал все одеяние свое. Я и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Что, что? Это такое долгое-долгое еще пророчество, он уже говорит не об одном народе, а народах вообще говорит. Нет, секундочку, вы читали пророка Исаию? До конца. Дочитали до конца? Да. Так вот, вы не могли не обратить внимания. Сейчас третью на волоку сейчас смотрим. Да. Но, когда идет речь о Мессии, а здесь у нас четыре основных пророчества о Мессии, четыре основных пророчества, которые у Девтара Исаии, второго Исаии. И о нем идет речь, как о кратчайшем существе. Вот сейчас мы обратим внимание на Так, сейчас, секундочку. давайте мы прочитаем 53-ю главу. Даже 52-ю, 13-й стих. Именно с этого места начинается одно из самых сильных пророчеств Исаии. Оно самое яркое. «Вот раб мой будет благоуспешен, а кто раб мой? Христос. Возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его». О чем идет речь здесь? О распятии. «И вид его падше сынов человеческих, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились, все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Давайте пока остановимся на этом тексте. Мы продолжим сейчас этот же главный Почему Господь раб назвал Раб Сына Своего Рабом назвал Это ты. Вы знаете, прежде всего нужно понять все начинаете из предвечного совета. И этот предвечный совет очень хорошо изображен на иконе Троицы Рублевых. Мы видим, как дает свое согласие. Я бы даже сказал, что икона, иконография, она нам показывает, как будто он даже кротко и безмолвно дает свое согласие на весь этот путь искупления рода человеческого. Он, помните, показывает, вернее, обратите внимание, он показывает своей рукой на жертвенную чашу средняя фигура. Он соглашается. И вот вы встречаете такое слово отрок. Помните отрок или равный. так вот слово отрок в переводе на наш язык оно имеет несколько значений. Вообще на русский язык скорее у нас только одно значение. Отрок это определенный возрастной период. После младенчества идет отрок. отрок а вот на славянский язык отрок это слуга это раб. И это связано еще и с тем возрастом. Это понимаете возраст отрока это самый сложный возраст. Он сложный потому что это возраст особенно позднего отрочества. Это возраст протеста. Это возраст самоутверждения. И не случайно именно этому возрасту дается такое название слуга. Вот если ты сможешь быть слугой, если ты сможешь быть услужлив старше, то ты безболезненно пройдешь этот сложный возраст. А если ты будешь постоянно протестовать в этом возрасте, то мы знаем чем это заканчивается дальше. И вот называет отец своего сына отрока. Потому что это прежде всего для сына Божия время особенного самоумоления, именно период воплощения. Это называется в греческом языке кенозис самоумоления. Он умолил себя. Ведь если мы приходим из небытия в этот мир, то наоборот, когда мы вступаем в этот мир, младенец вступает в этот мир, из маленького эмбриона, скажем так, через утробу материнскую, то наоборот получает бытие, и его бытие начинает возрастать с каждой ступенью его жизни. А для Бога рождение в этот мир было наоборот, временем умоления своего достоинства, сыновнего достоинства у своего отца. Он умолил себя до образа раба, отрока. Еще очень важный момент. Видите, Сын Божий начал учить только с 30-летнего возраста. До этого возраста он не учил. То есть, не было именно общественного служения. хотя нам известно в 12-летнем возрасте, когда Христос был в Иерусалимском храме, он что? Он знал все лучшее книжников. То есть, ему было что сказать всегда, но он смирил себя. Он был послушлив даже до смерти, как нам говорит Священное Писание. и смерти Крестной. Так вот, здесь очень много нужно понять сторон. Первая сторона это иудейская ментальность. иудейская ментальность это ментальность, я бы даже сказал, комплекса неполноценности. С чем она связана, этот комплекс неполноценности? С тем, что они всегда хотели царства земного, и как только оно приближалось, и как только оно начинало расцветать, то в скорости наступал закат этого царства. И все по причине нечестия цари и цари собственно увлекали за собой и своих подданных. И евреи, они жаждали этого царства. И Господь неоднократно через своих пророков говорил о том, что будет радость царства для Израиля. И казалось бы, сам Господь множество раз пророчил о том, что будет Израильское царство непоколебимым, утверждено вовеки. Помните, сколько таких слов было сказано? Но сколько, чем больше говорилось слов, тем меньше они видели осуществление этих пророчеств. царствах, можно сказать, что царство Израильского в расцвете сил не было вообще, за исключением при царе Давиде, при царе Соломоне, языки и оси. Все. Не было больше полноценного царства. Но и то, эти царства были связаны с кровопролитием, с внутренним, внутренними какими-то раздорами. то царство, о котором пророчили пророки, оно таки не осуществилось. Имеется ввиду земное, где говорилось о том, что евреи будут благодетствовать, а все остальные будут им служить. Даже у пророка Исаида много говорится. Что же это такое вообще? Как это все понять? Вы знаете, есть такие слова и у пророка Исаида, где говорится о том, что могло это все осуществиться. Могло быть действительно какое-то идеальное царство. Почему оно могло быть? А потому что Бог может все, а Он их покровитель. Он может совершенно все сделать для своего Израиля. Потому что Он любит Израиль. Он говорит, Я создал вас для себя. Да, но Израиль был послушан своему Богу, который может все. Он не был послушан. Он всегда шел против Бога своего. И только за ничтожным количеством евреев только вот это небольшое количество оно старалось служить истинному Богу. И по этой причине земное царство не осуществилось, несмотря на то, что Господь давал такую возможность. Они не воспользовались этой возможностью. и в этот раз вы не познали спасения своего. Это важный вывод, во-первых, для утопистов. Не может быть здесь идеального устройства государственного благодаря конституционным всевозможным там реформам или же полицейским мерам не может быть здесь идеального государства, потому что люди совершают постоянно грех против Бога. Чем больше благ получает то или иное государство или народ, и сразу же этот народ начинает развращаться. это закономерность этой жизни. Нет идеального государства. Во всяком случае, можно сказать, твердо и уверенно, не было такого государства. Может в Украине? Мы это киноцент надеемся. Как у вас это промышленно, чтобы не вы знаете, нет. это человеческая натура. Понимаете, потому что, понимаете, для, ну что значит к земному прилепляться? Ведь вот храм, это ведь что такое? Это земное совершенно устройство, правда ведь? Мы ведь тоже к нему прилепляемся. Но понимаете, когда мы прилепляемся к храму, то через вот эту материю мы прилепляемся к небесному. А если вот, понимаете, человек прилепляется только к земному и за земным не видит небесного, а что значит не видеть небесного? Это значит не видит тех оснований, того фундамента, на котором вообще стоит это земное. Ведь земное не может стоять без небесного. Оно не может существовать просто. Потому что весь этот мир он вышел из уст Божьих. Господь его проговорил этот мир. Он изъек его как поэму. Может ли существовать поэма без поэта? Знаете, в каком-то смысле может. Вот ведь Пушкина нет, а его прекрасная поэма существует. Но я уверен, что бедный Пушкин, как его объясняют преподаватели русского, русской литературы. Ведь они объясняют его именно так, как им нравится, ну, на любителя. Но замысел Пушкина, он был все-таки другим. в чем-то, конечно, возможно, совпадает взгляд преподавателя литературы и создателя этой поэмы Пушкина. Но не всегда. И вот нужно понимать, что когда Господь произносил этот мир на греческом языке, в символе веры творец звучит, пиетис, что в переводе поэт. То есть, именно такой эквивалент творцу, поэт. Грек верует в поэта неба и земли. творить в нашей ментальности скорее связано с тем, что вылепил творец. А вот для именно духовности православной и греческой это именно было произнесено, было произнесено творение, сказано, высказано. и следовательно вся эта поэма этого мира держится на слове Божьем. И если не признавать творца, поэта не признавать, то можно ли понять смысл существования этого мира? Конечно же нет. И вот Ветхий Завет Я, конечно, настолько теряюсь, потому что сегодняшняя книга, она объемлет столько тем, которые я хочу связать и закончить все. Именно то, что сегодня нам нужно завершить в смысле книгу Исайя. Но постараюсь. Нельзя не вспомнить, какой был исторический контекст иудеев, которые жили в Вавилонском плену. Вавилон Вавилон это очень мощная империя с очень мощной культурой и религиозностью. Сам Вавилон это прекрасный город, неподражаемый город, в центре которого находился Зигурат. это красивое сооружение, это пирамида со ступеньками. И один раз в году Зигурат превращался действительно в какое-то особое торжество языческой вавилонской религиозности. Есть такое религиозное произведение, называется «Энума Элиш», что в переводе «Когда вверху». Это произведение повествует нам о том, как верховный бог Мардук он победил злое божество Тиамат. И это действие, оно совершается перед началом нового года. Для ветхозаветного человека, вернее, сказать, того времени вообще человека. Все, что связано с Новым Заветом и все то, что связано с Новым Заветом, все, что связано с Новым Годом и Старым Годом, оно связано как будто с черным и с белым. То есть все, что связано с Старым Годом, это все связано с негативом. Потому что человек понимает, со временем он совершает какие-то ошибки. И эти ошибки к концу года накапливаются в огромном количестве. И единственная надежда избавиться от этих ошибок это вступить в новое пространство. И это пространство они связали с временем. Они хотели вступить в Новый Год как в новый мир, новых надежд. И они совершали это религиозное действие накануне Нового Года для того, чтобы убить все негативное и чтобы восторжествовало только позитивное, положительное, в частности, в лице Верховного Божества Мордука. И у нас тоже где-то есть эти отголоски, когда переодеваются помните щедривки в Украине есть, переодеваются в такие вот разные одежды негативных персонажей и то есть здесь подчеркивается, что все негативное нужно победить. оно не должно войти в пространство Нового Года. И такое великолепное религиозное действие при поддержке государства, всей мощи государства совершалось на глазах не только язычников Вавилония, но также и тогдашних иудеев. Они все это видели. Они приходили в восторг. Можете себе представить, когда это красочное действие, причем это одно золото, драгоценные камни, все это было настолько прекрасно обставлено, прекрасные голоса озвучивали песнопениями эти религиозные действия. Нам сложно представить, что происходило в тот момент, но известно, что это было великолепное действие. И в этот период рождается книга Бытия. Бытия, где рассказывается о творении неба и земли. Мы когда-то говорили о том, что есть четыре традиции, которые писали книги, одни и те же книги. Вот книгу Бытия писал не один автор. Возможно, какая-то часть была написана пророком Моисеем, потому она и называется Пятикнижием Моисеевым, да? Но помните, там есть моменты, когда повторяются разные вещи, помните, да? Об одних и тех же вещах, но говорится по-разному. Так вот, я тогда говорил о том, что существует четыре традиции, которые писали эти тексты, но потом они, когда создавался канон, они объединялись и в результате назывались книга Бытие и так далее. Хотя там достаточно, там больше книг, больше авторов. И именно в этот период создавалась книга о творении неба и земли. Иудеи, они были заражены язычеством, как болезнь. они в большинстве своем начинали верить, что действительно творец неба и земли это Мордук. И этот мир стал следствием победы Мордука над Теамат. И этот мир, он создан из тела Теамат, злого божества. И вот автор книги Бытия говорит о том, что этот мир он высказан Словом Божьим. Бог сказал этот мир. И он из ничего создан, не из тела какого-то божества и не вследствие каких-то войн, которые совершались между этими божествами. Далее подчеркивалось о том, что и в книге пророка Исаии, что Господь говорит, «Я Творец неба и земли, тьмы и света». Потому что Творец тьмы это злое божество для язычников. Творец света это светлое божество. Но говорит нам пророк, что все Бог создал. И Бог все попускает и зло и добро. Зло не имеет корней жизни, корней бытия своего. Зло не существует не в том смысле, что его нет, а в том смысле, что оно не имеет собственной субстанции жизни. Оно не создано как в зороастризме, это VI-VII век до Рождества Христова, это как раз то время, когда иудеи были в Вавилоне, когда признавалось существование двух божеств, светлое божество и темное божество. Да, зороастризм верит в том, что когда-то светлое божество победит темное божество, но речь идет о том, что в Библии нет двух божеств. Есть одно божество, истинный Бог, и нет равного темного божества. Темное, греховное, это падший ангел, которого создал Бог. И вот эта концепция религиозная, которая говорится в зороастризме, она называется дуализмом. Дуализм, он говорит о равенстве черного и белого, в смысле в духовном мире существует два равных Бога. И вот многие тексты у пророка Исаии только тогда приобретают смысл, когда мы будем понимать, к кому они обращались и в связи с чем выговаривали с пророком эти тексты. Пророк Исаия вразумлял, он говорил, не верьте, это неправда. Есть только один Бог, и нет равного злого Бога. Проходит время эти пророчества, которые нет, здесь вот что важно сказать. Давайте мы наверное обратим сейчас внимание. Когда вот 51 глава 9 стих говорится восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние, не ты ли сразила Раава, поразила крокодила. Вот когда идет речь о том, что не ты ли сразила Раава, поразила крокодила, вот крокодил это имеется ввиду божество, дракон. начало злое. Но оно только понятно, этот текст, он понятен только для людей того времени. То есть мы видим, что Господь побеждает. Более того, Господь очень часто через пророка говорит о том, что нет кроме меня никакого Бога. то есть это неподлинное божество, не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. И вот здесь плавно происходит переход от творения мира к первому исходу евреев из Египта. Я сказал первым, потому что это будет второй исход из Вавилона. И вот здесь вот эта тонкая граница относительно того, что Господь создал этот мир, мы особенно это видим в этой же главе в 6 стихе. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут как дым, и земля бедшает как одежда, и жителю так же вымут. Мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Да, это апокалипсис. Но идет речь о том, что Господь создал этот мир, и что все они, вот в 7 стихе дальше, послушайте меня, знающие правду, народ, у которого сердце закон, мы не бойтесь поношения людей и злословия, ибо как одежду съест их моль, то есть этот мир, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение моей в роды родов. Все то, что вышло от меня, я могу точно так же и уничтожить. Все в моей власти. И в моей власти было иссушить бездну моря, Красного моря, через которое Господь провел евреев, и реку Иордан, через которую провел Господь в землю обетованную. Вот эти места связываются воедино. Для чего? Для того, чтобы еврей вавилоне понимал, что истинный Бог, который сотворил этот мир, он же их и спасал, с Египта спасал, когда вывел из Египта и провел через пустыню в обетованную землю. И сейчас он этой же мышцею, о которой говорится, крепостью мышцы, я выведу вас из Вавилона. Все в моей власти. И эта земля, которая кажется вам непоколебимой, ее как моль съест и как червь. И вот в 12 стихе я, я сам утешитель ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тот же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, Он Творец и Он же Спаситель. Для чего об этом говорится? для того, чтобы, во-первых, укрепить еврея в том, что истинный Бог всегда евреев спасал на протяжении всей их предшествующей истории. И несмотря на то, что вы видите величие Вавилона, видите эти величественные религиозные обряды и действия, знайте, это все пыль и прах, не бойтесь человека, я сам, я сам утешитель ваш, говорит Господь. И евреи себе представить не могут о том, как может совершиться спасение их от столь грозного врага, как Вавилонский царь и Вавилонское государство, в покорности которого были все восточные народы. И действительно наступает избавление совершенно неожиданным образом. Говорит Господь о том, кто выведет Кир. Более того, Кира называет Господь пастырем Своим. Это вообще неожиданные слова. Называет его помазанником. Это персидский царь. Это для евреев, конечно, было слышать очень тяжело. С одной стороны. Потому что они считали себя только избранным народом. А здесь Кир становится пастырем. избранником Божьим. И более того, Господь говорит через пророка, что он покорит всех царей ему. Киру. То есть получается, что... Евреи пока нет. А Киру, да, потому что персидская империя, которую возглавил Кир, она была самой большой империей. Имеется ввиду, до нее больше империй не было. Была ассийская империя, большая, вавилонская, но персидская, она поглотила все эти империи, ну, в смысле как, они предшествовали этой империи, но она еще территориально стала больше. И вот таким необычным образом, когда логические потуги совершенно бессильны, как же может Господь вынести из рабства этого тирана, вавилонского царя? И он выводит таким необычным образом, покоряет персидскому царю вавилонскую империю. А Кир, получается, не знал, да, Бога? Да, вот здесь интересные моменты относительно Сам Господь говорит о том, что ты не знал меня. Какая глава? 45-я. 45-я, да, 45-я глава. 5-й стих, ну, 5-й, сейчас замечательные слова. Я припоясывал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от подхода солнца, от запада, что нет, кроме меня. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня, опять Господь говорит. О чем же здесь идет речь, хотя ты не знал меня? В данном случае Господь его как некое орудие использует для того, чтобы вывести евреев из этого плена. Это говорится в 4-м стихе. «Ради Иакова, раба моего и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени и почтил тебя». Я припоясывал тебя. Что значит припоясывал? Припоясывал, для евреев, помните, мы говорили, это символ силы, готовности к войне, потому что одежды были широкие, нужно было припоясываться для того, чтобы совершать какие-то действия, тем более военные действия. «Так говорит Господь по мазаннику своему киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду при тобою». Так эти же слова слышали евреи, потому что Господь изрекал эти слова через пророка, очень несложно поверить с одной стороны, потому что кроме еврейского народа не могло быть помазанников Божьих. Тем не менее, Господь совершает вот такое чудо, потому что все в его власти, все в его руке. И Господь выводит, причем безболезненно, в отличие от исхода из египетского плена. Более того, персидский царь Кир снаряжает всем необходимым для того, чтобы отстроить Иерусалимский храм и Иерусалим. Были, конечно, и препятствия со стороны местных жителей, которые уже поселились к тому времени в Иерусалиме и в окрестностях Иерусалима. Все было очень, конечно, непросто, но тем не менее, Кир и последующие персидские цари, они покровительствовали, и Иерусалим был отстроен. К сожалению, как вассальное царство, подчиненное персидскому царю, но тем не менее, оно было отстроено, и евреи могли свободно исповедовать истинного Бога. Значит так, вот говорится обо всем этом. Сильная крепкая мышца и другое пророчество о том, что он трости надломленной не сломит и льна курящегося не погасит. Вот как это было слышать для евреев? Было очень тяжело слышать. Ну, что же это за избранник такой? И здесь в 53 главе что он будет презираем и оплеван и так далее. Как это все? Как это все было понять для ветхозаветного еврея? И никто этого и не понял. и не нужно надеяться на то, что это было возможно вообще понять. Невозможно это было понять. И здесь, конечно, очень хотелось бы на каждом слове остановиться, потому что давайте мы все-таки более подробно оставляем. 47 может быть потом лучше задать вопрос. мы все-таки остановимся на этой 53 главе, потому что мы вернемся к этому, но вот именно 53 глава это самая важная глава книги Исаии. Самая важная. вот давайте еще так внимательно. Господи, это первый стих 53 главы. Кто поверил слышанному от нас? Кто поверил слышанному? Кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним как отпрыс, как росток из сухой земли. А из сухой земли какой росток выходит? Слабенький. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его. И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Кого нас к Нему? Евреи. Христос не мог привлекать. Он был незнатным. Родился от в семье плотника. помните они говорили евреи современники не не братья ли Его среди нас? Ну то есть имейте ввиду по отцу по Иосифу. Может ли с Назарета быть что-то хорошее? То есть он никак не интриговал евреев. И об этом говорит пророк Исаия. Он говорит о евреях, тех евреях, которые будут во времена Христа. Он был презрен и умолен перед людьми. Перед какими людьми? Может быть был умолен перед греками, римлянами? Да нет, перед евреями. А римляне жили своей жизнью. Муж скорбей и изведавший болезнь. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это он слабый. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучаем за беззаконие наши. То есть такого не было в Ветхом Завете, чтобы кто-то был наказан за чужие грехи. Все понимали, что все грешат за свои грехи, это понятно. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Как это? Опять-таки для ветхозаветного еврея это непонятно. И для нас это сегодня непонятно, если уж так понимаете, разобраться. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Тоже замечательные слова. Мы блуждали, как овцы. А почему блуждали? Пастырь-то был, но не хотели они такого пастыря еврея принимать. Для них должен быть пастырь подобен римскому императору или персидскому царю или вавилонскому. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Это когда его распинали на кресте, как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим его безглазие. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Вот здесь очень важный вопрос в восьмой главе. Видите, знак вопроса стоит. Но род его кто изъяснит? Его происхождение? А какое его происхождение? Ну, для нас это известно. Семьи недавида? Семьи недавида это тоже понятно. Об этом право отчество уже были. У пророка Исаии раннего, в седьмой главе. Он был Бога человеком. Сын Божий воплотился. Вот этот род его происхождение оно было не только человеческим. Оно было и божественным. Кто его может изъяснить этот род? Объяснить? Это тайна. Это тайна, конечно. Мы только знаем о том, что так было. Потом узнаем. Совершенно верно. Это мы уже сейчас смотрим с этой перспективы, ретроспективно смотрим на то, что было. Ну, это тайна, перед которой мы благоговеем. Ибо он наторгнут от земли живых. То есть от земли живых. Каким образом это произошло? На кресте. На кресте. Его вывели за город и там распяли за городом. Подняли от земли. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Это же вот такая подробность. А помните? Такое откровение какое-то. Вот представьте себе, представьте передателем. Вот действительно. Иосиф Аримафейский. Понимаете? Иосиф Аримафейский взял гроб. Свой гроб. За нас вот это представит эти откровения. Да и сейчас представится. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его и он предал его мучению. Ну потому что на предвечном совете он сам дал согласие. То есть здесь не нужно видеть как некое такое знаете так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоводного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть по любви. То есть поразить здесь не нужно читать как некое наказание. Почему он просил чтобы дали не бухнук, а если можно чтобы чаша. То есть все равно молил, чтобы если возможно так и не без чаши. Ну это понимаете это человеческая сторона его бытия. Потому что она противоестественна смерть для него была. Он мог Бог же ведь не мог. Конечно. в нем умер человек. Нет, но здесь понимаете здесь нет здесь именно не божественная сторона человеческая. Именно человеческая в том смысле что он как человек безгрешный не должен ни страдать ни умирать. Для него противоестественно. Если мы боимся смерти по другим причинам как наказание для него она против естества эта смерть вообще. И он чувствовал как она подходила к нему эта смерть. Он не хотел умер. Что? Естество не хотел. Но сама личность вот сам он как личность он понимал что ради этого он пришел. когда же душа его принесет жертву умилостивления он узрит потомство долговечное. Ну то есть имейте ввиду весь всех спасенных людей. И воля Господня благоспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольства. Через познание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу. Вот здесь 12 стих лучше все-таки прочитать на церковнославянском языке. Я дам ему многих в удел и сильных будет делить как добычу. Сильный будет делить как добычу. За то что предал душу свою на смерть и как и к злодеям пречтен был. Помните к злодеям два разбойника были распяты рядом. Тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатай. это самое прекрасное пророчество которое есть у пророка Исаии. Конечно прямо из уст говорили. это вот действительно как будто он стоял у креста и все это видел. Понимаете это действительно вообще это все по себе духу до такой степени написано сильно что да очень новый Иерусалим или как он обращается к Иерусалиму бедная бросаемая бурью безутешная это 54 глава 11 стих вот я положу камни твои на рубине то есть он обращается как к невесте своей к Иерусалиму бедная бросаемая бурью безутешная к церкви в результате то есть к новому Иерусалиму 17 стих говорит ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов Господа оправдание их от меня говорит Господь это о церкви идет речь так 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 что еще тут важно давайте может быть какие-то вопросы потому что она настолько вот объемная что я сам теряюсь на протяжении всего очень много книги да вот всего летает Господь вот сколько кричит не то что она говорит кричит что я Господь ваш я все для вас делаю я все для вас делаю еще больше делаю а вот 66 стихе да вот 17 секундочку 60 какая глава 66 66 глава какой стих 17 где говорит те которые освещают и очищают тебя в рощах да нет 66 глава 66 они его обвиняют что ты вот нам сейчас а нет 63 для чего ты для чего Господи ты попустил нам завратить из стихей твоей 63 17 стих да да для чего Господи все равно обвинили во всем евреям для чего ты Господи нет вы знаете я думаю что здесь все таки скорее не обвинение понимаете здесь скорее не обвинение какое-то вот как бы сожаление и непонимание здесь это молитва о помиловании к Богу Отцу Искупителю для чего Господи ты попустил нам собратиться с путей твоих ожесточиться сердцу нашему кстати вот встречается слово попустил оно впервые встречается помните есть такое понятие покущение Божие вот здесь на этом примере вообще очень хорошо становится понятно что такое покущение Божие то есть Господь попускает совершиться волей человеческой то есть Господь не желает этого чтобы так произошло но попускает чтобы человек пожал плоды от своего своеволия я и вот они как бы молят и говорят Господи зачем ты это попустил ну а как не попустить вы же сами постоянно уходите если я не попущу значит вы потеряете свободу значит вы перестанете быть людьми вообще вам предоставлена свобода для того чтобы воспользовались этой свободой как даром и сейчас они говорят зачем ты попустила ожесточиться сердцу нашему чтобы не бояться тебя ну а с другой стороны понимаете ведь что такое хорошо каким образом вот каким образом относительно воли Божьей вот возьмем фараона египетского фараона Господь совершал какие чудеса перед его глазами да вот казалось бы в чем он должен был убедиться этот человек во первых и увидеть его всемогущество правосудие но какому выводу приходит вернее какому состоянию приходит фараон ошесточении сердца помните говорится в Писании Бог ожесточил сердце фараона а чем же он его ожесточил тем что он совершал чудеса вот мы часто говорим вот если бы мы какое-то чудо видели то мы бы уверовали больше но мы видим что когда у человека есть страсть сильная какая-то страсть к чему-то вот была у фараона к чему страсть именно к власти и богатству и даже когда Господь показывал что он сильнее фараона то вместо того чтобы вразумиться он еще больше стал ожесточаться он видел что он теряет богатство рабов власть теряет и ожесточался сердцем своим они посылали пророк пророков Господь к царям еврейским иудейским израильским посылал множество раз а помните как посылал Господь пророка Исаию к царю Ахазу вразумлял его я тебе даже знамение готов дать чтобы тебе легче было поверить и он отказался и он поступил так как он хотел поступить о чем же идет речь а как не попустить не попустить это значит в клетку вас запереть нужно нужно понять что Бог все разрешает человек и конечно когда пророк Исаия пророчествовал о таком спасителе который без вида который унижен был оплеван и так далее для евреев это было совсем непонятно и но тем не менее Господь это открыл для того чтобы когда придет спаситель чтобы они поняли что именно таким он будет этот спаситель он не будет подобен какому-то царю величественному а вот 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 я думаю к чем я хотел связать еще вот это 63 да вот еще 65 да да но здесь именно я начал говорить о том что он во гневе топтал вточили виноград так вот первая часть этого текста нам говорит о том что у него одеяние красно как утоптавшего вточили для нас это понятно в новом завете потому что он был извязвлен то есть весь в ранах и вся его одежда была в крови именно это пророчество в новом завете используется для объяснения именно этого момента из жизни спасителя с точки зрения пророчества но вот нам совершенно непонятно как кроткий Христос который льна курящегося не угасит и трости надломленные не сломит я топтал во гневе моем и в пиролике ярости да то есть если там понятно да он был весь в крови вот кроткий мессия спаситель а вот здесь именно та часть которая имеет отношение к спасителю понимаете мы говорили уже однажды что все откровения которые получал ветхозаветный Израиль он получал от второго лица святой троицы не от отца потому что часто говорят что ветхий завет это это эпоха отца новый завет это эпоха сына а вот третьим заветом будет эпоха духа святого это все заблуждение это есть всегда отец свою волю открывал через сына своего но ветхом завете он открывал через сына невоплощенного и совершал он свою волю через сына и вот когда идет речь о том что он топтал во гневе моем и попирал народы в ярости понятно что здесь используется антропоморфизм потому что это не так было никто не топтал во первых да но сколько было наказанных язычников сколько проливалось крови и проливалось через кого через евреев проливалось но при поддержке кого бога господь же поддерживал мышцу еврейскую помните если бы господь не помог смог бы еврейский народ будучи малочисленным побеждать такие огромные народы как те же ханаанских народов сколько было филистимляне конечно он не смог и поэтому я попрал народы во гневе моем и сокрушал их в ярости моей и вылил на землю кровь их здесь идет речь как о совершившемся в факте о том что он уже пролил кровь и проливал он ради кого ради евреев ради евреев знания а вот да да то есть вот как бы здесь нужно понимать что она состоит в ней это пророчество оно состоит как бы из двух частей где сын божий воплощен и не воплощен но в любом случае вне во всех случаях совершалось все сыном божьим батюшка вот 65 глава вот сразу я открылся небо плащавшим 65 да небо прошавшим обо мне вот это вот а потом еще 12 стих это что он уже отказывается или как так здесь идет речь конечно о возмездии идолопоклонничество лицемерному Израилу я открылся небо прошавшим обо мне как это произошло а вы вспомните пророка Моисея и еврея в того времени они жили своей еврейской жизнью Моисей пас совет евреи работали в рабстве они не вопрошали Бог открылся Моисею и Моисею велел идти и вывезти народ из Египта а иудеи хотели выходить из Египта когда Моисей сказал о том что выведет нет они они боялись они же видели крепость фараона конечно они хотели какого-то освобождения для них было тяжело но все-таки когда они оказались в пустыне помните о чем они очень сожалели о котлах с мясом о чесноке и так далее и вот все это было действительно вот батюшка еще 12 стих где же я обрекаю вас мечу так я обрекаю о вас которые оставили Господа забыли святую гору мою приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени то есть это все имена божеств солнца и луны вас обрекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклание потому что я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали зло его чах и избирали то что было не угодно мне что это значит это все очень просто вы живете своей жизнью приносите помните там как Господь говорит о том что вы блудите вообще идолопоклонство сравнить с блудом что вы как проститутки устраиваете идолопоклонство этим идолам стелите постели и так далее и так далее и расставляете ноги все очень сказано предельно откровенно и понятно и вот здесь он говорит ну если вы так ну что ж я обрекаю вас мечушек сами помните он говорит вы вы же знаете как делают идолов берут полено с этого полена с одной части разводят костер приготовляют мясо а с другой вот кусок остался взяли сделали идола и поклоняются ему но если вы поклоняетесь пусть они вам помогут пусть они вас спасут с другой с другой с другой главе здесь берутся какой-то милиция дочь Вавилона так 47 глава да это идет речь вообще о Вавилоне о его падении вот в шестом стихе говорится я прогневался на народ мой и уничижил наследие мое и предал их руки твои то есть Вавилону а ты не оказала им милосердия на старца налагала крайне тяжкая ига твоя ты говорила вечно буду госпожей а не представляла того уме твоем не помышляла что будет после а ныне выслушай это изнеженное живущее беспечно то есть он говорит о Вавилоне персонифицируя Вавилон как бы как блудницу и в 12 стихе говорится оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих которые ты не занималась которыми ты занималась от юности может быть пособишь себе может быть устоишь ты утомлена множеством советов твоих пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того что должно приключиться тебе вот они как солома огонь сожжет и так далее то есть это о Вавилоне идет речь вот здесь 66 стих да 7 глава это что рождение спасителя 7 стих 56 да нашел еще мучилась не а еще не мучилась родами а родила прежние нежели наступили боли здесь идет речь об избавлении верующего остатка вот еврейского кто слыхал таковое кто видал подобное этому возникала ли страна в один день рождался ли народ в один день как сион едва начал родами мучиться родил сынов своих доведу ли я до рода и не дам родить говорит господь или давая силу родить заключу ли утробу говорит бог ну это идет речь и понимаете ведь еврейский народ он множество раз мог погибнуть ведь вавилония не существует не существует персов не существует ассирийцев их не существует этих народов не существует что что египтян тоже не существует именно в том понимаете как тот народ да сейчас есть копты они как потомки себя считают египтян да ну понимаете но евреи есть и как они появились они в одночасье появились можно сказать нет они в одночасье появились а когда они были в плену они были рабами разве это был народ это народ был можно сказать Ну, это не народ был, в том смысле, чтобы он был организован как народ. Это были рабы. И вот он появился, можно сказать, за один день и приобрел такое величие. Он стал поведоносным народом, шел, так сказать, впереди них Бог, когда они шли по пустыне. Конечно, то, что совершалось с евреями, это было чудо, чудо рождения. И чудо, то, что этот народ так долго существует. И идентифицирует себя с тем народом, который был изначально. Батюшка, тогда откуда вот евреям пошло вот это вот, что все гои, кроме их, что вся земля, прах и пепел. А вот они... Это неправильно истолкованное священное писание Ветхого Завета, прежде всего. Вот толкут. Конечно, это как раз, это толкованное... Нет, в смысле да, то есть... Понимаете, толкование, священное писание Ветхого Завета, Это, во-первых, очень огромная книга. И она писалась в разное время. Следовательно, было очень много толкований. Но как толковали священное писание евреи Ко времени прихода Спасителя, мы же знаем. Не в это ли время ты... Это апостолы говорят, которые слушали проповедь в течение трех лет Христа. Не в это ли время ты восстановишь Царство Израиля? То есть, они постоянно думали только... То есть, вот как толковалось все. Толковалось, как... Как осуществление обетований Израиля. То есть, если говорилось где-то об Израиле, То и о Его благополучии. И помните, там говорится... О Господи... О том, что... Вот в 10 стихе 60 главы Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои. И цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, Но благоволением я буду милости к тебе. Понимаете? В данном случае, как мы могли понимать, евреи, эти стихи? Что все должны служить. Они должны строить стены Иерусалиму. В буквальном и переносном смысле этого слова. Все... Весь мир должен служить, работать на то, Чтобы создавать благополучие Израиля. Ты будешь насыщаться молоком народов, Говорит в 16 стихе 60 главы. И груди царские сосать будешь. И узнаешь, что я Господь Спаситель твой, И Искупитель твой, сильный и акубер. Тем более, речь идет о том, что это Израиль. А то, что пророки пророчествовали об Израиле, Как о церкви, О будущей церкви, христианской церкви. Конечно, они этого не понимали. Им упор этого не хотели понимать. Они только понимали, что это Израиль, И все должны служить Ему. Но и сейчас, конечно же, так понимают. Но и сейчас так понимают. Батюшка, а вот 65-й, 17-й стих. Это в этой апокалипсисе идет, Ибо я творю новое небо и новую землю. Да, это уже апокалипсис. То есть это вообще о будущем, О апокалиптическом времени. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, И прежние уже не будут воспоминаемы, И не придут на сердце. Вот это очень важные слова. Они не придут на сердце, И не будут воспоминаемы. Вот как для нас дорого земная отчизна. Да, земная отчизна. Вот когда бывает нам, Ну, может быть, тоскливо, тяжело, Мы вспоминаем землю родную. Потому что с землей родной Прежде всего вспоминается детство, Как бы самая такая светлая пора Человеческой жизни. А здесь говорится, Не будут вспоминаемы, И не придут на сердце. Потому что будет новое небо, Новая земля. То есть настолько все будет забыто, Что было в прошлой жизни, Никто не вспомнит. Потому что та радость, Которая охватит человека В царстве будущем, Не приходило то на сердце человеку, Скажет Господь. А вы будете веселиться и радоваться Во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем. Как мог понять еврей, понимаете, Живший в Вавилонском плену? Конечно, Иерусалим, Как земной Иерусалим. И народ его радостью. Он не мог себе представить, Что это шла речь о небесной Иерусалиме. И буду радоваться о Иерусалиме И веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача И голос вопля. И вот очень было тяжело Евреям, которые пришли в Иерусалим После Вавилонского плена, И все это продолжалось. И вопли, и плач, и страдания. Сколько они горя перенесли После того, как они пришли в Иерусалим. Что это было за пророчество? Конечно, это было пророчество О будущих судьбах человечества. А не просто использовались Узнаваемые слова Иерусалим, Псион. Но уже совершенно в другом контексте И исторических перспективах. Как им было угодно, как они могли понимать. Как они, конечно, они могли понимать. А как они могли понимать, Если они жили только судьбами Своего народца еврейского? Там не будет более малолетнего и старца, Который не достигал бы полноты дней своих. То есть все будут, как нам святые отцы говорят, В возрасте 33 лет Христа. Вот возраст Христов. Помните, говорится в Священном Писании У апостола Павла. Полноты дней, которые не достигнут урты. Ибо столетний будет умирать юношу, Но столетний грешник будет проклинаем. И будет строить домы и жить в них. И насторжать виноградники, есть плоды их и так далее. И не будет строить, чтобы другой жил. Ну, то есть говорится о правде, О гармоничности отношений. Это да, идет о Царстве Бога. Не будут трудиться напрасно, Рождать детей на горе. Ибо будет семьям благословенным от Господа И потомки с ним. И будет ниже, ну и так далее. Но здесь очень много таких красивых слов, И все это хочется привести, конечно. Что еще? Давайте лучше вот вы мне задавайте вопрос. Это непонятные места. Какие вы? Да, слушай. Скажите, а вот Господь и дал народ среди... Как бы это не было народом, Это было не чужое скопление людей, да? Господь неспроста выбрал. Вот именно, почему-то немного же народов было на земле, да? А именно выбрал то количество людей, Которых не чуженые, умученные. Неспроста же, да? То есть это говорит о том, Что человек не чуженый, он... В смысле, вы имеете в виду евреев? Да, да, когда Господь вращивал, спармливал, да. Правильно. И это началось все-таки с одного человека, с одного... Правильно. Вообще, конечно, здесь скорее какие-то догадки наши, Но я думаю, что вот на что нужно обратить внимание. От Авраама еврейский народ. А Авраам, это был благочестивый человек в своем времени. То есть не было подобных Аврааму в то время. И вот как Господь здесь говорит, На кого возлю, только на кротков, молчаливого духом. То есть вот именно таким человеком был Авраам. Он ходил под Богом, был благочестивым человеком. И вот Господь избирает его. И уже от него производит благочестивое. Ради него часто Господь говорит, Я ради тебя, значит, дам тебе семя многочисленное. Если бы был какой-то другой, Я думаю, что Господь и обратил бы внимание на него. Это не потому, что какой-то еврейский народ. Вот мы видим, что собой еврейский народ представлял большинство. Ну, Ной готов. Батюшка, ну, сын, кто ведь так решил, ковчение. Нет, секундочку, секундочку. Значит, ради кого Господь спас сыновей Ной? Ради Ной. Ной, понимаете, был тем праведником, который доверился полностью Богу. Это знаете, как Лота Господь извел из Содома и Гоморры. И Он сказал, кто с тобой, вы можете выйти. И ради Лота Господь спас родственников Лота. Мы об этом часто говорили, когда проходили эти главы первые. То есть, ради одного человека или по молитвам одного человека спасались многие. То есть, вот в этом была молитва, сила молитвы, предстательство праведника. Значит, Батюшка, человеческая натура или человеческое число, насколько поражено греху, то даже Господь, вот среди всего, множество, думаешь, вот на кого-то. Да, то есть, Он находит именно вот эту волю, которая устремлена к Богу, понимаете? Это единственное, что может Господь опереться в человеке. На вот свободную волю, которая обращена к Богу. То есть, таких людей было всегда в меньшинстве в этой мире. Почему вы мало задаете вопросов? Потому что, вы знаете, книга пророка Исаии, это книга, особенно вот эти главные... Батюшка, она маленькая, как апокалипсис. Она, понимаете, здесь, вот в том-то, понимаете, вся глубина пророка, что Он, когда что-то говорил, то это касалось как будто начала и конца вообще человеческой истории. Понимаете? Он там сколько сил Духа заложил. Все, все. Но еще нужно понимать вот какую важную вещь, что потенциально в Боге мы можем иметь какие-то блага, которые будут раскрыты только в будущем, в жизни вечной. И эти блага получали святые. Когда они стяжали благодать Духа Святого, то помните, как они общались с этим окружающим миром. Вы же это знаете. И из страницы Ветхого Завета это все известно. Самое главное быть в Боге, потому что когда человек в Боге, то все наступает везде гармония. И как бы вот здесь, в этих текстах, мы какие-то моменты находим, связанные... Вот я сейчас прочитаю. И будут... 21 стих 65 главы. И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградник, и есть плоды в них. Не будут строить, чтобы другой жил. Не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева. Не будут трудиться напрасно. И рождать детей на горе. Идет речь о будущем царстве, да, о царстве Божьем. Но там не будет никто рождать. Сам Господь сказал, что во царстве Божьем будут, как ангелы, не будут жениться и выходить замуж. Помните об этом? А здесь говорится о новой земле, о новом небе. И говорится о том, что не будут трудиться напрасно. То есть, все-таки трудиться будут. И там будут трудиться. Не будут строить, чтобы другой жил. То есть, строить будут, но будут строить для себя, да? Что же это, как это понять? А потому что потенциально это царство Божие с новым небом и с новой землей уже есть для тех людей, которые обрел Христа, которые живет Богом. Он уже соприкасается. Ведь Симеона Нового Богослова, ну яркие какие-то, нет, Серафим Саровский, он известный нам святой. Вот Серафим Саровский. Когда он с Матавиловым общался, и его лицо просияло, как солнце, помните? И Матавилов не мог смотреть на него, и говорит, батюшка, мне глаза ломят, я не могу смотреть на вас. Вот этот Серафим Саровский, в этот момент, он был на какой земле? Ответьте мне на вопрос. И там и тут. Вот. То есть, он был там, но и здесь был, где еще рожают и трудятся. Но в то же время он переживал и то, там, где уже не трудятся, не рожают, и не женятся, и не уходят замуж. И вот эти тексты, которые все смешано, понимаете, все перемешано, нам очень сложно понять. Потому что разве Царство Божие для Серафима Саровского началось, когда он умер? Или оно, может быть, раньше или не началось? Да не, он началось раньше. А когда он со священником одним беседовал, и он беседовал, и мгновенно он как бы погрузился в состояние такого безмолвия, и то же лицо его просеяло. И он дальше не разговаривал уже. И его священник спросил, а вот что, когда он уже пришел, как бы вот, опять как бы вернулся с того мира. Он говорит, я готов, я не помню сейчас подробно, что он сказал с Серафимом Саровским, он говорит, если бы мне пришлось просидеть 80 лет в бочке с щельями, я бы просидел, не задумываясь, только бы не потерять то, где я только что был. То есть настолько, вот понимаете, человек уже жил реалиями того царства, той жизни, что нельзя сказать, что для него оно началось после его смерти. Оно уже здесь было реальностью, жизненной реальностью, а не какой-то отвлеченной теорией. Все равно земная жизнь должна уже пресекаться, когда человек уже уходит, умирает на небо. То есть вот выручил, допустим, и здесь, и там. Как это может быть? И здесь, и там. Ну это нам не... Нет, ну почему, понимаете, что можно об этом сказать? Можно сказать, почему он там. А потому что Господь его посещает. И когда нужно, Он его возвращает на землю. Ведь когда Серафим Саровский общался с этим священником, ведь не Серафим Саровский сказал, так, сейчас, минуточку, я уйду туда, в астрал, вот, сейчас я через пять минут вернусь. Он же... Это не так было. Он сам, понимаете, неожиданно для него это произошло. Бог его восхитил. Как апостол Павел говорил о себе, что восхитил меня Господь до третьего неба. И здесь тоже было восхищение. И потом он повернул его на эту же землю. То есть все происходит по воле Божьей. Но вот та жизнь, это будет уже постоянная, вечная жизнь, где нет уже ни болезни, ни печали, ни воздыхания. О чем мы поем? Так, что вот сороковой стих, сороковая глава, семнадцатый стих. Это вот такой открытый национализм. Сороковая глава, семнадцатый стих. Все народы перед Ним как ничто. Менее ничтожество... Нет, перед Ним, это имеется в виду перед Богом. Да. Менее ничтожество и пустоты считаются у Него. Но это величие, здесь идет речь о величии Божьем. Здесь не сравнивает пророк... Еврейский народ. Еврейский народ с другими народами. Нет, здесь идет речь, даже с заглавной буквы написано. Все народы перед Ним как ничто. Никакого ни национализма нет. Здесь... Тут нет сравнения с еврейским народом? Нет, 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 нет. Почему все время... Там, где говорится о Господе, он говорит сам о себе. Там в предложениях две «я» и по три «я». То есть «я», я и так далее. Ну, этим всегда усиливается мысль, всегда, просто усиление мысли, да. Это еще нужно понимать библейскую поэсию, то есть для нее характерно, мы говорили уже. Просто такое впечатление, что Господь как бы кричит, то есть Он как бы хочет достучаться, достучаться. Правильно, это же усиливает, понимаете, вот или говорит Он «слушайте», или «слушайте-слушайте», или «восстанете-восстанете», или «идите-идите», или «просто идите». Разница есть же, правда? Потому что эмоцию как можно передать? Какое-то чувство еще, сердце. Только усилением, каким-то дополнительным словом. Чтобы для усиления веры, да? Да, конечно. Что это очень что-то важное. Потом Господь предлагает судиться с ним, в частности, в 41 главе Он говорит «представьте дело ваше», говорит Господь, «приведите ваши доказательства», говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвесят что-либо прежде. Это к язычникам и к идолам. Кто может какие-то доказательства? Господь говорит «я готов ответить на ваши доказательства». Это не один случай. Вот в 43 главе, в 8 стихе. Пусть все народы соберутся вместе и с инкупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются. О, Господи, как тут много мудрости. Да, я, конечно, не могу всего больше раскрыть. Ну, если вопросы... Это самое сильное книжное, да? Что? Это самое сильное книжное. Я не могу сказать, что это самое сильное. Просто идет речь о том, что здесь больше всего прамочетство о мессии, искупителе. Они самые такие яркие. Как будто пророк присутствовал, понимаете? Как будто, это знаете, хроника с места событий. Да. Понимаете? Настолько они реалистичны. Так, ну, если еще, может, какие-то вопросы есть? Еще пять минут. Есть? Нет. Все нет. Ну, и слава Богу. Все понятно, я надеюсь. Только слово не есть. Здесь встречается слово «благовестники», тоже очень такое важное. Впервые слово «благовестник». Благовестник. Кто это «благовестник»? Это «евангелист» на греческом языке. Это в 41 главе, в 27 стихе. «Благовестник». Ну, хорошо. Так, какую книгу мы будем читать далее? «Иеремия». «Иеремия». Ну, это очень большая книга. 50, где-то 5 книг. Или сколько? Или менее, больше. По-моему, 52 главы. 50, где главы. Можно взять 25, прочитать. Ну, я думаю, что нам нужно пройти эту книгу тоже. Где-то еще в послании «Иеремии» видит. Да, ну, там уже все поменьше будут. Как «благи» «Иеремии». Еще большая книга «Иезыки Ииля». 52. Ну, там уже поменьше будут. А потом мы пойдем на исторические книги, после пророческие. Пророческие. А «Даниила» будем писать? Обязательно. «Даниила» обязательно нужно писать. Обязательно. Очень яркие. Да? Яркая книга. Так, батюшка, сколько «Иеремия»? 25? Из 10 двух или больше? Там еще есть классные его. Знаете, мне кажется, вам нужно как-то заготавливать вопросы. Ну, заготавливаем. Батюшка, ну, мы так будем заготавливать. Ну, что, не понимаете, пророческую книгу очень сложно. Толковать. Знаете, почему? Мне сложно по той причине, что много очень тем в пророчествах книгах. И объемы большие. И как-то вот начинаешь прыгать с кочки на почку. Как эти тезя? Не, ну, мы тогда остановимся, мы будем очень долго читать эти книги, понимаете? Это очень долго. Да, нам нужно все-таки пройти их побыстрее. Что, батюшка, 25 было? Да, нам спеши. Батюшка, мы так задали много вопросов. Что-что? Меньше, да, лучше. Без России нет, почему. Потому что, мне такие... Надо просто думать, когда читаешь. Нет, ну, вы знаете, я все-таки в будущем, я хотел бы пройти Ветхий Завет, Новый Завет, потом историю церкви начать проходить. Понимаете? Иначе мы не сможем, понимаете? Службу надо пройти. Что-что? Ну, службу нужно, богослужение. Вот. А иначе, если будем останавливаться очень подробно на книгах... Я хочу также сказать, что больше 25 лет. Да. Ну, хочу сказать. Больше. Если что, да. Ну, Исайя, она очень яркая. Что-что? Исайя очень яркая. Вы знаете, или, может быть, давайте мы по такому принципу. Ну, во всяком случае, пророческие книги. Понимаете? Потому что там, понятно, там какой-то исторический сюжет есть в исторических книгах. И можно... Есть какое-то начало и конец. Понимаете, в пророческих книгах нет начала и конца. Почему? Потому что они писались в разное время, кусками писались. Вы видите, что они... Понимаете, они как будто повторяются одно и то же. Потом в разное... Ну, это... Пророческая книга... Я, честно говоря, я не знаю. Мне очень сложно это делать. В том смысле, что... А если бы, может быть, пророческие книги так? Вы заготавливаете вопросы. Я могу начать с какого-то момента. На мой взгляд, сложный какой-то момент. Я объясняю... Объясняю буквально минут 20. И после этого вы задаете вопросы. Я тогда буду объяснять вашу... Отвечать на ваши вопросы. Это что касается пророческих книг. Конечно, когда мы будем говорить о маковейских книгах, там будет в обычном порядке все. Ну, вот, наверное, пророческие они... Ну, давайте Иеремию всего. Все равно тут скоро будут занятия. Все, давайте здесь. Занятия очень скоро будут, после Рождества. Ну, сейчас я посмотрю. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю. Еще буквально минутчик. И будет занятие. И у нас будет возможность прочитать всю книгу Иеремии, да? И когда будет следующее занятие, мы пройдем полностью всю книгу Иеремии. Потому что она очень большая. И вы знаете, сложно... Если книгу Исайи мы могли разбить на две части, то книгу Иеремии невозможно разбить на две части. Потому что здесь разное авторство есть. Да, понимаете? А здесь нет, здесь один автор. Ну, хорошо. Ну, если... Ну, если будет желание, то можете прочитать там Плач Иеремии, он небольшой. Да. Хорошо? Да. И мы потом встретимся. Может быть, даже Варуха. Что времени будет достаточно? Читайте, хорошо? И обязательно себе пишите эти вопросы. Обязательно. Все.